Тверской областной онкологический диспансер полностью обновил оборудование. Это стало возможным благодаря национальному проекту здравоохранения, а также региональной программе борьбы с онкологическими заболеваниями. Что нового технологии привнесут в жизни врачей и главных пациентов? Прямо сейчас смотрите репортаж. В онкодиспансер новейшее оборудование было закуплено в конце прошлого года. Это стало одним из обязательных условий реализации программы борьбы с онкологией в регионе. Так как учреждение является единственным гарантом оказания квалифицированной и специализированной помощи для таких больных, первым делом оборудование обновили именно здесь. В 2019 году было закуплено 67 единиц новейшего оборудования. Это и два операционных микроскопа, это эндоскопические стойки для выполнения лапароскопических операций, это аппараты фотодинамической терапии, которые широко используются и при опухолях головы и шеи, и при раке мочевого пузыря. При опухолях кожи. Также закуплены операционные светильники, наркозные аппараты, аппараты ИВЛ. Всё это будет направлено на то, чтобы развивать в Тверской области хирургический компонент для наших онкологических пациентов. Например, такой обновлённый операционный могут похвастаться далеко не в каждом субъекте России. Их на всю страну лишь 35. Здесь проводят операции на злокачественных и доброкачественных опухолях головы и шеи. Мы единственные в области выполняем операции на ротоглотке, на полости рта, на горта, на глотке, на гортане. Как с сохранением органа, когда это возможно, так и с его удалением. Благодаря этому оборудованию и обеспечивается наикрочайший реабилитационный период. И пациенты уже функционально активны на первые-вторые сутки. Обновлена и хирургическая операционная, где проводят вмешательства в грудной отдел. Здесь одним из главных приобретений стал новый микроскоп, который способен увеличивать выбранную область в 12,5 крат. Благодаря чему хирург может сшивать сосуды и вены диаметром меньше человеческого волоса. Мы можем выполнять органно-сохраняющие операции, реконструктивно-пластические операции. У нас для этого есть всё. К нам неоднократно приезжали профессора, учителя наши из федеральных центров, которые нас научили работать с этим оборудованием. Показали, как это делать. Все пациенты отправлялись в федеральный центр. Сейчас, благодаря новейшему оборудованию, мы это всё можем делать. Мы это начали делать в 2019 году. А наша задача в 2020 году увеличить поток. А теперь даже пошла обратная медицинская миграция. Если раньше жители Верхней Волжьи уезжали на подобные операции в Москву и Санкт-Петербург, то теперь москвичи и жители северной столицы едут к нам. Например, Ольга Копычай проходит здесь лечение по полюсу ОМС. Сама из соседней области. В данный момент идёт последний этап лечения, лучевая терапия. И всё это находится в одном комплексе, в одном здании, где я уже знаю, знакомо мне всё. Надеюсь, в дальнейшем, уже по прошествии основного лечения, узнать о реконструкции молочной железы. И насколько это здесь возможно, здесь его также сделать. Благодаря обновлению оборудования в онкодиспансере, своё лечение могут получить ещё больше пациентов. А проводить операции здесь стало удобно настолько, что их количество в ближайшие годы увеличится в разы.